Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Сложно представить себе человека, не знающего эту композицию. Гимн первоклашек, написанный почти полвека назад, сегодня, конечно же, слегка свою актуальность потерял. На смену перышку пришли цифровые технологии. Детей учат не только умножать и вычитать, но и программировать и создавать целых роботов. А в ближайшие годы Россия должна войти в десятку стран-лидеров по качеству образования. Такую амбициозную задачу поставил президент страны в рамках майских указов. О том, что делается для этого в Чувашии, расскажем в новом выпуске программы «Главная тема». Вот мы проходим в кабинет, где в настоящее время завершается уже ремонт, но видно, какая была кровля. Когда был ливень, сильный дождь, приходилось ставить ведра, тазики и парты, если они намокают, потом мебель набухает. То есть это вот была очень большая проблема. Сегодня этой проблемы нет. Дождь идет, но сухо. Слава тебе, Господи. Это лишь небольшая часть выполненных на объекте работ. В столичной 27-й школе заменили водомерный узел. Отремонтировали кровлю, планируют обновить фасад, системы отопления и водоснабжения. Полностью преобразится цокольный этаж. После ремонта здесь появится библиотека, кабинеты психолога, логопеда, дефектолога, лыжная база, костюмерные. На обновление школы направили 78 миллионов рублей. И это не единственное учебное заведение республики, получившее внушительную сумму на модернизацию. 2 миллиарда рублей было выделено на реконструкцию школ и детских садов. Сумма действительно впечатляющая. Сколько объектов она поможет обновить и вообще поменялся ли подход к ремонту учебных заведений? Да, мы действительно один из немногих регионов в стране, которые приняли программу по комплексной модернизации наших школ и детских садов. Эту программу мы разработали по поручению нашего главы Олега Алексеевича Николаева. Ее смысл в том, что мы первично утвердили стандарт. Что такое для нас ремонт школы? Потому что у нас строится очень много новых. И начинается очень большой контраст и дисбаланс между школами, которые не ремонтировались, и будем откровенными. Очень многие года и некоторые школы с момента их основания, это 60-е, 70-е года. То есть серьезной комплексной модернизации в объектах образования Чувашеской Республики не проводилось. Поэтому мы первично утвердили стандарт, который включает в себя полностью все коммуникации, территория, спортивные площадки, паспорт безопасности, это и видеонаблюдение. Ну а по самому зданию, конечно, это комплексный подход, это и спортзалы, это пищеблоки, это для детских садов отдельно медицинское звено, что сегодня уже мы понимаем, насколько это актуально и важно. Программа рассчитана на 5 лет. В этом году в летний период было направлено около 2 миллиардов рублей, и 90 учреждений в Республике проходили комплексную модернизацию. Если говорить о дальнейшей перспективе, то у нас есть четкий план на следующие 4 года. И вот все школы и детские сады Республики, они положены, просчитаны на 5-летний план, и каждый руководитель учреждения примерно понимает, когда его объект войдет в эту программу комплексной модернизации. В микрорайоне Садовой возводится самая крупная школа в Республике. Она откроется в следующем году и сможет принять 1650 учеников. Вообще строительство новых школ для Чуваши – дело привычное. В прошлом году свою работу начали образовательные учреждения в селе Байгулова Козловского района и в микрорайоне Новый город. В этом году готовится к открытию агрошкола в деревне Кошмаши Маргаурского района и пристройка Шагарданской СОЖ номер один. Алла Леонидовна, школа строится, но вторая смена сохраняется. Что с этим будут делать в Республике? Проблема второй смены действительно очень актуальна. В Чебоксарах сегодня около 8 тысяч ребят учатся во вторую смену. Школа в микрорайоне Садовой, где мы сейчас находимся, это будет еще одна большая школа и откроет свои двери уже на следующий год. Школа в микрорайоне университета, она тоже очень актуальна для жителей северо-западного района и микрорайона. Мы получили подтверждение, все уже знают о том, что сейчас нам необходимо подписать и оформить все необходимые документы, но школа уже вошла. Перечень базовой субсидии и мы получаем средства на строительство школы. В 2024 году школа в микрорайоне университет точно примет ребят. Еще в работе и эту ситуацию держат на контроле и активно у нас идет работа с Министерством просвещения, наш глава. Мы говорим сейчас о школах в микрорайоне Новый город, там еще потребность в одной школе. Микрорайон Лента и Солнечный. Следующие две школы, которые также в работе и подготовлены документы, это микрорайон Акварели Радужный. И если со всеми этими школами мы зайдем в федеральную программу, а мы все для этого делаем необходимое, то к 2024 году проблема со второй сменой в Чебоксарах, конечно, будет решена. Одна из главных задач работы Минобразования Чуваши – создание равных возможностей для обучения детей, независимо от места их проживания. В этом помогают центры «Точка роста». В рамках нацпроекта образования в сельские школы поступают современные оборудования для развития детей. Например, раньше в «Точках роста» дети изучали информатику, технологию и ОБЖ. В этом году формат центров несколько изменился. Теперь упор будет сделан на физику, химию и биологию. В этом году в республике открылся 61 центр. Всего новое оборудование поставлено почти в 150 школ республики. Я играю в шахматы с детства, и как появился тут этот кружок, я сразу... Я решила сюда пойти, потому что шахматы мне очень нравятся, и мне захотелось научиться играть профессионально. Сейчас я собираю более мелких роботов, но если у меня будет желание, я могу поступить в ВУЗ и собрать уже более большие конструкции, более профессиональных роботов, писать для них сам код, настраивать их. Уже они будут работать без пульта, как бы, сами по себе, с искусственным интеллектом. Невероятно, но факт, но до этого года в Чувашии не было официального учебника по чувашскому языку. Ребята занимались по учебным пособиям. Исправить ситуацию поручила глава республики Олег Николаев. Над созданием учебника трудились не только филологи и педагоги, но и дети, и их родители. Они знакомились с прототипом будущего учебника, давали свою оценку. Авторы корректировали свою работу на основе замечаний и пожеланий. Учебник красивый, яркий и красочный. А что касается содержания, он сильно отличается от предыдущего учебного пособия? Оно же просто отличается тем, что время прошло. И школьники, которые приходили 10 лет назад для того, чтобы учиться, у них были немножко другие технологии. Мы все были другие 10 лет назад. А сегодня ребятам, им нужны QR-коды, им нужно больше информации. Сегодня дети, которые приходят, их нужно заинтересовывать, потому что просто информацию они получат в любой момент. И из интернета мир поменялся. И важно еще в том, что тот учебник предыдущий, он был все-таки больше сориентирован на грамматику. А сегодняшний учебник, он носит, основной его задачей, это как раз разговорный язык. Ведь так важно сохранить наш чувашский язык, наше национальное достояние, и чтобы наши дети действительно говорили на чувашском родном языке. Первоочередная цель сферы образования Чуваши – создание условий для раскрытия потенциала детей. Главный результат работы, подчеркивает министр, это ребята, которые показывают себя на фоне страны, на фоне всей планеты. Чуваши есть кем гордиться. В прошлом году 20 ребят стали победителями и призерами Всероссийской Олимпиады школьников. Поэтому показатели у нашей республики в десятки лучших регионов России. По итогам ЕГЭ выпускники написали 61-стобальную работу, а шестерым школьникам удалось стать 200-бальниками. Инна Владиславовна, один из 500-бальников учился в вашей школе? Да, действительно, это Софья Пузырёва, которая набрала 200 баллов по химии и литературе. Ну, вроде бы, два несочетающихся предмета, но это особенность нашей гимназии, когда ребята выбирают в свой учебный план углубленное образование. И вот Софья как раз оказалась такой нестандартной девочкой. Это действительно очень работоспособная, пытливая, любознательная. Если говорить о результатах школы, я все-таки считаю, что единый государственный экзамен – это не является единственным показателем качественного образования. Это долгосрочный результат, и мерится он через выпускников. Мы носим все эмблемы на и лучшее качество жизни. И только когда наши выпускники вернулись в гимназию, чтобы создать свой фонд и сделать целевой капитал на поддержку стипендий ребятам, которые умеют проектировать от идеи до продукта. И они сегодня поддерживают таких талантливых ребят, у которых очень нестандартная мысль. В республике создаются условия индивидуального сопровождения детей от школьной парты до рабочего места. Создаются профильные классы инженерного, IT, аграрного, медицинского и педагогического направления. В техникумах открываются мастерские. На данный момент их количество в СУЗах составляет 7 десятков. Еще 16 откроются в этом году. В ближайшие годы техникум и Чуваши будут укомплектованы еще 42 мастерскими. Новые мастерские помогают мне чувствовать себя более уверенным, прокачивать свои навыки в сфере электромонтажа, то есть чтобы в дальнейшем я был полностью уверен в своей работе, в своих навыках и не приходилось чему-то доучиваться в будущем, то есть на самой работе. С 1 сентября в Новочебоксарске начал работу Центр опережающей профессиональной подготовки. Его задача – подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Думаю, что в ближайшее время мы окончательно для себя утвердим четкое понимание запроса экономики Чуваши, реального сектора экономики, какие специалисты нужны, к примеру, машиностроению. Я здесь говорю и о литейщиках, и о развитии в перспективе концерно-тракторные заводы в рамках программы СПИК-2.0. Мы отстраиваем сейчас госзадания для техникумов, которые финансируются за счет республиканского бюджета, как раз под понимание, какие специалисты в перспективе нужны. И предприятия должны встать рядом с нашими техникумами для того, чтобы сопровождать ребенка. Вот он поступил в техникум, сначала в школе определил профессию, дальше выбрал техникум после девятого класса или колледж, который сегодня очень оснащается современным оборудованием. И ребенок должен знать, и его родители, какие рабочие места в республике будут созданы и на каких предприятиях ребенка ждут. Поэтому вот это основная задача – составить индивидуальную траекторию сопровождения каждого. Сфера образования стремительно меняется, но неизменным остается одно – интересы ребенка. Сегодня в республике делается многое, чтобы дети смогли получить отличную путевку в жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова